Вы знаете, при том, что сегодня дождь, правда мелкий, на мое удивление, рынок есть, была уверена, что его не будет, думаю, так, пройдусь, пошукаю, посмотрю, нет, рынок есть пока, не знаю, есть ли секонд-хенд, а, франка тоже есть, я думала, в минимальном количестве, все же 5, ну такие цены, 5, 10, 8, Чем сказать, эти классные штаны, из-за такой оранжевая кофта, в том месте, очень слепо сочетаются, К сожалению, штаны и маленькие, на продаже, не знаю, очень классные, Такая, кстати, может масло подняться, сейчас не спешу, красивый пиджак для джоп, очень интересное, качественное, Кстати, вот эта голубая рубашка, мне понравилась, я ее долго крутила, хотела купить для Массимо, Интересный цвет, интересная фактура, Пьер Карден, но, к сожалению, не купила, теперь только будем надеяться, что в следующую среду она дождется меня, и я ее куплю. Такой красный цвет, красивый, но, странная плачь, Кстати, фирма Дуратишумахер, но вот такой, какой-то очень непонятный фасон, Эти плачь... Вот это, наверное, я возьму, это кардиган. Смотрите, рынок сегодня есть, купила уже 3 свитера, когда снимаю видео, продавцы на меня смотрят непонятным взглядом. Я вызвала маму, мне не хватило денег, она пришла, и мы скупились. Опять накупили кофте в кофте. Ой, красота какая, как они пахнут. Давайте продолжим видео о покупках. Последние три дня у нас прекрасная погода, три дня льет дождь, не переставая. Вот сейчас перепугу выглянуло солнышко, но мама говорит, что после обеда опять будет дождь. Ну, давайте пока солнечная погода, быстренько расскажу о своих покупках. В этот раз были такие буржуйские покупки, знаете, как кучерявая жизнь не запретишь. В самом конце своих покупок нашла вот этот жакет. Ну, не знаю, у меня вот как-то язык не поворачивается сказать, этот жакет я все время называю пиджаком. Ну, я знаю, конечно, различия в том, что жакет это женский, пиджак это мужской. Я нашла его случайно, ну, как обычно, все случайно находится, по качеству. Я не знаю этой марки Виндзор, вижу первый раз, но уже прогуглив, поняла, что эта марка очень-очень достойная. Я просто поняла по качеству ткани и по отстрочке, потому что, ну, дешевых так не делают. И не ошиблась. Мама сначала думала, что это лен. Я говорю, нет, похоже на шерсть, но все это виржинская, шерсть Вирджини, или как она называется. Сейчас я вам, ну, не знаю, тут очень мелко написано, не совсем видно хорошо. Но, тем не менее, постараюсь вам показать. Вот здесь сверху написано 100% Шурвул Вирджин Вулл. Вот такая вот, такой вот состав. Красивая пуговица. Видно, что пиджак новый, жакет, потому что вот этот кармашек, он еще зашит специальной такой ниточкой тонкой. Это размер 44, по-моему, это мой размер. Мне, скажем, так крупно повезло, потому что и фасон классный, и состав классный, и цены немало. Я прогуглила, к сожалению, очень искала в Википедии этот бренд, так и не нашла. Нашла просто сайт, пыталась найти их, как говорится, как сказать, ну, чтобы их историю, но как-то не совсем поняла. Там немножко вкратце было написано, что есть такой магазин в Италии. Ну, а вообще-то английский бренд. И жакеты этой марки стоят от 450 до 600 евро, ни много ни мало. Так что я считаю, что мне повезло. Посмотрите, какая красота внутри. Есть, конечно, сзади шлица. Я попытаюсь его развернуть на другую сторону. Ну, а в остальном все окей. Неправильно сказала. Увидела там какую-то маленькую шовчик, неправильно сшит. И поняла, что это, может, какой-то брак небольшой, поэтому так сказала. Ну, в общем, там незаметно он внутри. Да, хотела бы показать манжеты. Вот такие здесь манжеты интересные, без пуговиц. Я не помню, какие-то ворсинки. Я не знаю, наверное, потому что я в этот раз очень много опять цветов купила. Сейчас все покажу, что-то к нему прицепилось. Двигаемся дальше. Вот такой вот джемпер. Мне удалось найти стопроцентная шерсть Extra Fine Merino Wall Scotland, Шотландия, как вы понимаете. Джон Лун. Опять же таки, не знаю, мне тоже кажется, что винтаж, но не совсем похоже на винтаж. Написано размер S, но это не размер S, я думаю. Или, может, они просто какие-то широкие, оверсайз. Вот такой красивый лососевый цвет. Я знаю, что сейчас вот такие джемпера именно с таким воротником и именно с таким горлом очень-очень в моде. Очень популярный красивый шерстяной джемпер без единого дефекта. Я его опять же таки постирала. Немножечко недосох, но тем не менее я повторюсь, потому что очень влажно у нас. И ничего совершенно, ничегошеньки совершенно не сохнет. Отличный джемпер. Я довольна покупкой. Мне тоже идет. Постараюсь вам показать тоже вместе с жакетом. Похоже. Видите, на веревке висела. Но я это все подмонтпариваю. Ничего этого не будет. Мне нравится здесь. Видите, какой здесь манжет. Его можно подворачивать. Кстати, я купила такого же плана Massimo джемпер. Он говорит, я не знаю, как их носить. Я тоже не знаю. На самом деле я никогда в жизни не носила. Я считала вот такие вот джемпера самые дурацкие. Но тем не менее мода двигается вперед или назад. Не знаю, как сказать, что тянется. У меня здесь ниточка надо обрезать. Нужно быть в ногу со временем. И поэтому будем учиться носить эти джемпера. Кстати, носят их с белыми футболками. Я хочу попробовать. Ну, вообще с футболками. Потому что здесь, видите, все-таки открытый сильно вырез. Конечно, женщина может, наверное, носить и под какой-то боди. Но мужчина нет. Потому что Massimo я купила красный. Сейчас я вам все покажу. Он немножко просвечивается. И Massimo говорит, я такое никогда не носил. Я не знаю, с чем его носить. Ему очень хорошо. Ну, знаете, как непривычно и непонятно. Ладно, давайте закончим с этим. Вот такой вот джемпер. Размер написан S. Но это не S. Вы посмотрите, я померяю. Поймете. Следующей моей покупкой вот такой был джемпер марка Polo. На самом деле, я хочу сказать, вот посмотрите, тоже мериносовая шерсть. Мы с мамой купили все эти свитера у одного продавца. Я вам покажу целую кучу свитеров. Нас очень много купили. Потому что все шерстяное, все мериносовое вместе с кашемиром и шелком. Помните, я рассказывала, что как-то покупала у него же кардиган Brunello Cucinelli, брюки Loro Piano. Я сегодня вторые купила у него же брюки Loro Piano. Сейчас вам все покажу постепенно. Вот такой вот джемпер. Очень я обрадовалась, когда его увидела. Это такой, знаете, базовый серый свитер под горло. Просто стоечка. Отличного качества. Мягкие. Здесь очень красивые детали. Я постараюсь вам все показать. Вот видите, косичка здесь. Косичка с этой стороны. И вот здесь очень красиво сделана боковинка. Вот видите, такая полосочка. Тоже есть бирочка с составом. Вот так сделаны здесь рукавчики. И есть, конечно, бирка с составом. Ну, состав я вам уже показала. Есть просто вот такая вот еще бирочка. Вот видите. Написано, что это стопроцентная шерсть. Нужно стирать только вручную. Или сдавать в химчистку. Можно гладить. Вот такая вот красота. Нежнейший, серенький. Я так подумала и под юбочку, и под брюки. Под все подойдет. Отлично. Покупка очень довольна. Ну, сзади, в принципе, тоже в хорошем состоянии. То есть, свитер в отличном состоянии. Все свитера, которые мы купили, без каких-либо изъян. Вот так, как говорится, живут. Как я сегодня вчера смеялась с мамой. А ничего себе живут буржуи. Мереносовую шерсть новую выкидывают. Ну, значит нам повезло. Следующий джемпер уже был куплен для Массима. Тоже мереносовая стопроцентная шерсть фирмы Хема. Не знаю, что за фирма. Я просто брала по составу. В размере L. И брала по цвету. Я Массима показываю, он выбирает. Совершенно обычный такой джемпер. Единственное условие у моего мужа, это должно быть узкое горло. Для того, чтобы когда джемпер одевался под рубашку, горло держало хорошо ворот. Тут немножко, видите, надо пришить. Отпоролась этикеточка. Вот совершенно обычный свитер из мереносовой шерсти. Тоже видите. Ну, единственное, здесь есть мелкие катышки. Я потом, конечно, их пообираю руками. Скорее всего, не машинка, потому что их тут совсем мало. И они совсем небольшие. Ну, есть вот тоже бирочка состава. Тут написано 100% шерсть. Хема стирать вручную или химчистка. Вот такой вот джемпер. Сзади тоже сейчас покажу вам. Вот. Просто тоже еще мокрый, влажный. Второй день сохнет. Никак не высохнет. Ну, и ЦУМИ, конечно же, у нас везде. Следующий опять свитер, кофта, кардиган. В данном случае кофта. Как мама говорит, я говорю, что это кардиган. Ну, неважно. Суть, как говорится, не меняется. Это фирма Бракс. Написано кашемир, но здесь смесовый состав. Шерсть с кашемиром. Тем не менее. Вот такой красивый расцветки. Я его увидела. Первая думала взять себе. Но потом подумала и так себе много свитеров взяла. Маме понравился. И она решила его взять. Вот такой вот кардиган. Тоже, опять же таки скажу, мокрый. Вот тоже есть бирка с составом. Все то же самое. Можно гладить, можно стирать руками. Но нельзя, как говорится, выкручивать. Здесь уже немножечко она такая потертая. Но, тем не менее. Как видите, кофта в хорошем состоянии, в приличном. Немножечко, конечно, сейчас тянут пуговички. Ну, потому что еще мокрая. Ну, а так тоже. Ни дырочек, ни зацепок, ничего нет. По-моему, вообще отличный вариант на зиму. И здесь. Ну, здесь уже, видите, немножечко надо ее почистить. Вот видите, в этом месте. А так все остальное очень даже прилично. Следующий шикарный джемпер фирмы Myers. Тоже шестяной. Тут с махером. 42 размер. Я его покупала или себе, или маме. В конечном итоге он пойдет на продажу. Объясню почему. Потому что здесь рукав немножко как три четверти. Сейчас он мокрый, вытянулся. Но когда высохнет, он подтянется. Здесь свискоза. Я такую нитку когда-то себе покупала, вязала. Она очень классная в качестве. Она классно носится. Все без каких-либо проблем. Даже если есть катушки, они легко отходят. Кажется, что как платье. Но объясню почему. Потому что еще не высохла. Вот такая вот кофта. В отличном тоже состоянии, в идеальном. Я, конечно, когда покупала, там еще был классный кардиган. Действительно, кардиган с пуговицами и воротником. Но тоже были коротковатые рукава на меня. Мама говорит, ну взяла бы мне. Ну, к сожалению, я его не взяла. Я написала маме до этого. Она просто дома сидела, потом прибежала на рынок. Ну, я уже с того места ушла, где был кардиган классный. Короче говоря, давайте. Здесь 70% шерсти. А, хлопка. И 30% альпаки. Вот такой здесь состав. Сделано в Румынии. Вот такая вот красота. Следующая покупка. Это крестьянский свитер H&M. Почему крестьянки? Потому что просто хлопка с какой-то смесовый состав. Объясню, почему взяла. Потому что я показала его Масима. Ему понравился цвет на рынке. Желтый. Ну, вечером он был более горчичный. И сейчас он такой стал более горчичный. Ну, наверное, моя камера на рынке. Немножко исказила цвет. И в конечном итоге свитер оказался на Масима даже большой. На метр восемьдесят. Ну, единственное. В принципе, в плечах нормальный. Все нормально. Но вот здесь резинка. Она... Свитер сделан немножко... Она не растянута. Просто сделан очень свободно свитер. И мне кажется, что это не сколько L, сколько больше XL. Сейчас вам покажу. Если, кстати, есть здесь состав. Да. Что это? Что это? 45 акрил. 55 акрил. И 45 пью вилла. Пью вилла. Что это такое? Хлопок на 50 процентов. 55 процентов акрил и 45 хлопка. Вот такой вот состав. Но, повторюсь, я бы его не купила, если бы меня не попросил Масима. И, к сожалению, он ему не подошел. И теперь придется его, не знаю, куда девать. Попробую, конечно, выставить на продажу. Но почему-то сомневаюсь, что его купят. Но я попробую поставить за то, что купила сама. Чтобы с ним долго не мучиться. Свитер в идеальном состоянии, как видите. У меня нет никаких дефектов. Ну, интересная очень структура. И, в принципе, горчичный свет неплохой, если кому-то идет. Следующий джемпер, который я купила для Масима, я уже говорила, вот такой фирмы Марс. Для этого был Мерц, а это Марс. Марс Классик. Это другой немножко бренд. Пятьдесятый размер. Это Масима размер. Сидит на нем он идеально. Это стопроцентная шерсть. Идеальный состав. Идеальное качество. Вообще джемпер новый. Кстати, мне что нравится, что в мужском свитере есть планка с пуговицами. Такой мне нравится вариант больше, чем мой оранжевый. Но я как-нибудь потерплю и без пуговиц. Тем не менее, насыщенно ярко красный. Видите, у меня ногти более оранжевые. Это правильный красный цвет. Сейчас я вам покажу бирку с составом. Вот она. Видите, все свитера прям идеально один в один. Где он? Пури Шургул. По-моему, здесь где-то был значок просто, что этот фитер шерстяной. Сто процентная шерсть. Где-то было написано. Размер пятьдесятый. По-моему, был значок. Сейчас постараюсь его найти. Или на плече. Где-то, мне казалось, я видела. Ну, короче говоря, поверьте мне в этот раз на слово, это свитер тоже стопроцентная шерсть. Вот такая вот красота. Нам Масима еще носом крутит, понимаете? И вот такой вот он сзади. Кстати, есть вот такая вот эмблемка на рукаве. Ну, видите, вот просто идеал. Идеальный красный свитер, джемпер, простите. Идеальный состав, идеальное качество, идеальная отделка. Видите? Просто замечательно. Ну, и последняя, ребята, буржуйская просто вещь. Ну, знаете, почему говорю буржуйская? Сейчас я постараюсь объяснить. Брюки, мало того, что они из супер хлопка сделаны, еще внутри они кашемировые. То есть, брюки с зимним начесом. И когда Масима их одел, то есть, по брюкам совершенно не видно, что у них есть внутри подкладка. А я таких брюк еще никогда не видела. Пошив просто идеальный. Они на него сели просто замечательно. Он начинает крутить носом. Ну, не знаю. Конечно, я не продавать это не буду и выкидывать тоже. Потому что в крайнем случае, я их померила, они и на меня налаживают. С ума сего скажу по секрету, снизу один размер. Только на него они немножко свободноваты и на меня фритык. Ну, потому что у женщины всегда побольше. Показываю вам детали. L'Ora Piano написано. L'Ora Piano написано. L'Ora Piano написано. L'Ora Piano написано. Вот тут вот тоже самое написано. Мадрин, Италия, Катон и Кашемир. Вот тут написано вот Кашемир. Я сначала не поверила своим глазам. То есть, вот эта подкладка, она из Кашемира. Посмотрите, как они идеально сделаны внутри. Без каких-либо дефектов. Я эти брюки купила тоже за 4 евро. Конечно, они нуждаются в химчистке. Я их руками ни в коем случае стирать не буду. Вот сейчас вам покажу. Здесь такие просто неудачно их повесила. Здесь просто много всяких разных деталей. Вот видите, вот такие вот брюки. Теперь давайте перейдем к цене. Такие брюки на сайте стоят 1400 евро. Немного, немного. Брюки. Да, тут тоже L'Ora Piano. Очень такой плотный, качественный катон. Вот видите, почему я хочу отдать им чистку. Видите, их... Может, их не носили. Может, они просто валялись в куче с одеждой. Может, где-то обо что-то потерлись. И вот именно здесь какие-то вот пятна непонятные. Все остальное вот здесь чисто. На этой части. Мне кажется, их даже не носили. То есть, я не вижу следов из носа, понимаете? Вот такая вот красота в виде брюк мне досталась. То есть, моему мужу пока продавать не буду. Ну, пусть он пока покрутит носом. Но, знаете, у него бывает так. Он сначала сомневается, не знает. А потом, когда под правильную одежду. Зимой, например, если какой-то поехать, я считаю это идеально. Ну что, у нас на улице обещанный дождик. Я говорила, после обеда тут будет дождь. Хочу еще добавить. Мне написали, что меня плохо слышно на рынке и в магазинах. Да, объясню почему. Потому что, когда я снимаю видео на рынке, я стараюсь снимать только товар. И если я начинаю говорить, то продавцы и смотрящие. То есть, помимо продавца, у каждого продавца, скажем так. Помимо него еще есть 2-3 человека, которые смотрят за товаром. Чтобы никто не украл, никто не поменял по ценнику. И когда я начинаю снимать видео и еще комментирую, естественно, на меня сразу обращают внимание. Не только продавцы и смотрящие. Плюс еще люди, которые, женщины, мужчины, не знаю, которые покупают себе, смотрят одежду. Конечно, я пытаюсь говорить в полголоса. Наверное, это неправильно. Буду стараться, значит, комментировать после того, как записываю видео. Ну и, соответственно, в магазинах таких, как КОС, не знаю, Зара. В КОСе вообще, в принципе, времени нельзя снимать видео. Меня уже два раза предупреждали. Говорили, что в магазине снимать видео нельзя. Поэтому я пытаюсь, скажем так, ухватить где-то что-то. И, конечно же, снимаю видео в примерочной. То, что меряю на себя. В Заре нет такого, конечно. Никто тебя вроде как не гоняет. Я не помню. Меня ни разу не предупреждали в Заре. Но, тем не менее, очень шумно. Много людей. Играет музыка. И я пытаюсь говорить громко. Но все равно полутона, полумузыка, она, конечно же, перебивает. Ну, вот как-то так постаралась объяснить. Если плохо слышно меня действительно, я буду, конечно, комментировать после того, как записала видео. На этом буду заканчивать. Всем удачи. Хорошего настроения. До встречи. Пока. Пока.